Без малого 80 лет отделяют нас, ныне живущих, от событий Великой Отечественной войны. Но прошлое не спешит уходить. Поисковыми отрядами по-прежнему ведется работа по укавечиванию памяти без вести пропавших солдат, а также возвращению родственникам утерянных наград фронтовиков, а таковых немало. Об одной из таких удивительных историй мы сегодня и хотим рассказать. История этого ордена Красной Звезды удивительна. Он принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Ивану Федоровичу Одегову. Большую часть жизни прожившего в Томской области. Сейчас родственники фронтовика живут в Славянске-на-Кубани. Для них было полной неожиданностью, когда с ними связались поисковики и сообщили, что нашли награду ветерана и хотят ее вернуть. Это мой дед. Я помню детские воспоминания. Какие дедушки могут быть воспоминания? Положительные, добрые. А медаль вернулась благодаря поисковому отряду. Меня нашли, созвонились и пригласили. Эта память, она хранится у нас. Наша семья, конечно, чтит предков своих. И мы понимаем, ценим тот вклад, который внесли наши деды в эту победу. Как была утеряна награда и как она оказалась совершенно незнакомой семье Любови Дыльковой, неизвестно. Очевидцев тех далеких событий нет в живых. Найденный среди старых вещей орден, Любовь решила отдать поисковикам, чтобы те нашли хозяина. Для женщины это было очень важно. Орден ее дедушки также был потерян, но не найден. У меня дедушкина награда такая же, потеряна. Дедушка с бабушкой местная. Оба деда воевали здесь. Теперь боевая награда, а орден Красной Звезды присуждали только за боевые заслуги, будет храниться в семье фронтовика. Как рассказал руководитель проекта «Фронтовая почта», который занимался поиском, такие случаи не единичные. Очень много орденов было утрачено, и сейчас ведется большая работа по их возвращению. Работа проходит в рамках взаимодействия, в рамках проекта «Фронтовая почта» нашего межрегионального. Мы взаимодействуем с международными общественными организациями. Главное – это «Вымпел поиск», международная общественная организация города Москвы. На сегодняшний день огромное количество фронтовых наград находится за границей, в частных коллекциях, в антикварных лавках. У каждой награды своя уникальная история. Как-то отдельно живущая. И эта награда не исключение. Вы видите, по ней видно, по ее состоянию, по стертости эмали, что она проделала очень долгий путь, эта награда. Уникальность этого случая в том, что история началась в Славянске на Кубани, и здесь же закончилась. Что просто невероятно. Ведь поиск начинали в Москве, затем в Томской области, где, скорее всего, должны были жить родственники ветерана. Но оказалось, что внуки и правнуки фронтовика живут совсем близко. Орден Красной Звезды, никуда не уезжая, вернулся домой. Анна Монастаренко, Георгий Калинин, программа События.